Они сидели на берегу, и был тот вечер, когда можно ни о чём не говорить. Тихое шуршание волны, аромат средиземноморского лета, эти запахи, что так обескураживают и примеряют. Август. И единение, казавшееся единственно возможным, но только в ту минуту. Потому что до этих волн, запахов и шуршаний уже была целая жизнь. И общий ребёнок, умерший пяти дней от роду. И это многое объясняет иначе. Она ещё не знала, что с этого момента обречена возвращаться к этой ночи бесчисленное количество раз и вспоминать каждое брошенное в пространство слово, брошенное как камешек в воду. Удалился пять раз. Через пять лет ты умрёшь. Это были единственные звуки, которые услышал он, кроме плеска воды. И даже не стал отвечать, ведь глупость не требует ответа. Ровно через пять лет его не стало. И тоже был август. 20 августа 1980 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Французский певец, рождённый в Нью-Йорке. Парижанин с американским паспортом. Американец, поющий на французском и ставший кумиром миллионов. Это он, Джо Де Сэн. Традиционный белый костюм. Неизбежная обволакивающая улыбка. Благожелательный, умиротворяющий образ гармоничного и успешного человека. Признание, талант, любовь миллионов и одной единственной. Всё это у него, разумеется, есть. То есть было. Если бы жизнь этого счастливчика оборвали авто или авиакатастрофу, у поклонников были бы безответные вопросы к судьбе, которая рок-фатум. Но это было другое, личное. Сердце. Его собственное сердце, которое не выдержало. Пригород Парижа. Здесь находится офис Клода Лемеля, близкого друга и соавтора Досена. Автора текста «Флюксембургский сад», «Бабье лето», «Если б не было тебя». Досен в буквальном смысле умер у него на руках. И он, как и многие другие, до сих пор ищет ответ на вопрос, почему всё случилось именно так. Мы были в аэропорту Лас-Вегаса с двумя друзьями. И с нами была моя тогдашняя подружка, Изабель Тенеис. И были автоматы, в которые нужно было опускать монеты, и оттуда выскакивал листочек с биоритмами, что-то вроде графика. Там были любовь, здоровье, карьера. Моя подруга опустила монетку. У меня выходило, что в августе с любовью не очень. Я ей сказал, сделай для Джо, на сентябрь. А там надо было ввести дату рождения и что-то ещё. И выскочил график совершенно ровный, как ровная линия электрокардиограммы. И мы одновременно сказали, он умер. Мы в это не верили. Это всего лишь автомат. Это всё глупости. И через три недели он умер. Вы можете спросить Изабель Тенеис, она всё подтвердит. Разумеется, не могло быть и речи, чтобы Клод Лемель рассказал своему другу эту историю. Джо и так был страшно мнительным. Чего же он всё время так боялся? Париж Уже много лет в этом районе проживает сестра Десена, Ришель, Рики. Жизнь в лучах славы своего брата оказалась для неё тяжёлым бременем. Она и сегодня избегает публичности, но согласилась рассказать о старшем брате за кадром и показать фотографии. Я полагаю, что в конце жизни ему крайне надоело изображать тот образ, который стал уже далёк от него самого. Я полагаю, что он устал от раздвоенности. Чем так тяготился этот благополучный в прямом и переносном смысле человек? В 20 лет, будучи студентом Мичиганского университета, он видел себя антропологом, специалистом по культуре и обычаям народов мира. Джо нравилась эта профессия. Экспедиции, внутренняя созерцательность научной жизни, идеально сопоставленная с его натурой интроверта. И всё же... Париж. Нас встречает человек, который прекрасно помнит 20-летнего Джо Досана, известный журналист Жак Уреевич. Я познакомился с Джо в очень раннем возрасте. Летом, во время каникул, молодой Джо приезжал во Францию повидаться со своим отцом. Он был очень симпатичным молодым американским студентом. Довольно карикатурным, каких много. Как и многие американцы, молодой Джо что-то бренчал на гитаре и что-то напевал. Не более, чем другие. Но почему-то однажды дипломированный этнолог вместо очередной этноэкспедиции в долину реки Арканзас забрался в грузовой трюм лайнера, следующего в Европу, и попрощался со штатами, где он учился в университете. И с наукой тоже. Оказалось, Джо любит деньги, и комфорт он тоже любит. Он работал журналистом, писал статьи для плейбоя, купил себе машину. Светская жизнь взяла в свой оборот. Первый шаг от себя возможного к себе состоявшемуся он сделал сам. А дальше вмешалась женщина. Я ведь его сестра, и мне сложно говорить об этом. Но он безумно нравился женщинам. Был один чудной журналист. Он спросил меня, а как он кадрил женщин? Возможно, он думал, что он брал с собой сестру в таких случаях. Но честное слово, на самом деле он ничего не делал. И чем меньше он делал, тем больше девушки к нему тянулись. Если бы хоть кто-нибудь мог знать заранее, где и когда произойдет важнейшая встреча в жизни. Ведь судьбоносные встречи бывают и без обещанного счастья, но с неизбежными последствиями. Увы, в тот день молодой беззаботный красавец отправился в кинотеатр на премьеру фильма. Все, что касалось женщин, было бесконечно важным для него. Представляете, он даже говорил мне, меня просто сводит с ума мысль обо всех красивых женщинах, которые не будут мне принадлежать. На вечеринке после премьеры красивых девушек было много. Но ему понравилась одна. Познакомились. Через день пообедали вместе. Через неделю Джо пригласил Морис, так звали его новую подружку, провести вместе уикенд. А еще через месяц они уже жили вместе в районе Монпарнас. Он был влюблен, без сомнения. Но был слишком молод. И, разумеется, боялся стать пленником брачных ус. Это не отрицает того, что ему было хорошо с Морис. Ей он слишком многим обязан. Я расскажу вам историю, финал которой знаю. Но те, кто участвует в этом сюжете, пока ни о чем не подозревают. Все истории любви начинаются одинаково. Он и она. Но у нас чуть иначе. Он, она и Париж. Париж – действующее лицо. И если бы не было этого парижского шарма, быть может, все было бы совсем по-другому. Но шарм был. И вместе с ним была туманная перспектива, как всегда цинично обещающая счастье. Он молод и беспечен. Она умная и деловита. Мне продолжать? Вот и еще одна пара молодых и красивых принялась измерять шагами парижские улицы и набережные. Бессмысленно бродить по бульвару Распай, засиживаться до утра в барах Монпарнаса, скрываться в тене аллеи Люксембургского сада и не строить это самое важное. Никаких конкретных планов, кроме самых великих. Джо по-прежнему бренчал на гитаре и что-то себе подпевал, но думал только об одном – кино. Он категорически решил связать свою судьбу с кинематографом. Уже озвучивал фильмы на французском и английском, поработал ассистентом режиссера, снялся в пяти фильмах как актер и даже с самой Софи Лорен и Полом Ньюманом. Но каждый раз, когда он выходил по утрам за свежими газетами и видел на первых полосах и на обложках журналов фамилию Досен, свою фамилию он не мог не страдать. Потому что речь шла совсем не о нем, о его выдающемся отце, кинорежиссёре Жюли Досене. Жюль был очень нежным, но он почти не проявлял себя как отец. Я бы назвал их отношения вялыми. Джо обожал своего отца. А отец смотрел на Джо так, как смотрит на утенка из выводка. Вот посмотрите, здесь мы с ним вдвоем. Это моя сестра, она тоже живет во Франции. А это наш отец, он кинематографист в Голливуде. Это Джо, когда он пытался стать то ли писателем, то ли сценаристом. Здесь ему еще совершенно не приходило в голову петь. Здесь мы маленькие американцы в горах. Это моя младшая сестра, а это я, это Джо. В семье Жюля Досена и его супруги, скрипачке Беатрис Ланер, было трое детей. Старший сын, Джо, и дочери, Рики и Джули. Счастливое, благополучное, абсолютно беззаботное детство. В воспоминаниях участников и их друзей оно по-прежнему беззаботное. Нормандия. Этот дом в уединенном месте, среди полей и ферм, принадлежит популярной певице Джин Мэнсон. Джин и Джо – оба американцы, карьера которых сложилась во Франции. Я знаю, что Джо обожала его мать. Она рассказывала мне, что когда была беременна, то продолжала играть на скрипке. Наверное, поэтому Джо стал певцом. Семья Досенов никогда бы не уехала из родной Америки, если бы не развязанная сенатором Маккарти охота на ведьм. Кинорежиссер Жюль Досен попал в черные списки Голливуда. Его обвинили в пособничестве коммунистам и в инакомыслии. Тогда вся семья пережила первый серьезный стресс. Привычный мир оказался нарушен. Детей определили в пансион в Женеве. И только вроде бы стали привыкать к новым ритмам европейской жизни. Новый удар. Беда пришла незаметно. Из города Канны. И имела внешность греческая актриса Мелины Меркурий. Вместе с призом за лучшую режиссуру Каннского фестиваля Жюль привез развод для Беатрис и новую жену для себя. Дети-подростки переживали больше других. Для Джо развод родителей стал настоящей трагедией. Поэтому неудивительно, что любые попытки подружек заполучить его в семейные сети были обречены на провал. Он возненавидел брак как ненадежную форму жизни и не хотел в этом участвовать. Но Мерис оказалась упорной и, подловив на случайной интрижке, поставила условия или поход в мэрию, или расставание. Атмосфера любви и лассо на шею. Теперь он узнал все это на собственном опыте. В мэрию Джо демонстративно отправился в старом костюме и с трехдневной щетиной. Джо был зол из-за того, что женился. И он здорово напился в день своей свадьбы. Однако судьбоносная Мерис не только штудировала кулинарные книги и надраивала до блеска семейный очаг, пока Джо вечерами по обыкновению что-то бренчал на гитаре. Она сделала для своего избранника кое-что посущественнее. У Мерис была подруга, которую звали Катрин Ринье. Она была секретарем звукозаписывающей компании. И, послушав Джо, она сказала, «Если хотите, я могу представить кассету Джо моему работодателю». Джо ответил, «Почему бы и нет?» В Sony Music послушали запись, посчитали, что голос интересный, и пригласили, чтобы сделать первый диск. Он позволил увлечь себя, потому что для него петь было легко, играть на гитаре было легко. Это была проба пера, но она провалилась, и у него было единственное желание прекратить эту деятельность. Резонный вопрос. Так почему же он этого не сделал? Ведь не было бы такого утра, когда он проснулся бы знаменитым. Просто радио «Европа-1» благодаря дружеским связям стало иногда крутить его диск, который, по мнению многих, был средненьким. Но надо было знать до сена. Он увидел, что музыка бросила ему вызов. То ли будет из него толк, то ли нет. Сказали бы сразу, что он гений, и он точно бы усомнился в себе. А вот эта неуверенность других в нем, это-то и послужило самой мощной пружиной для развития. Чтобы вы понимали характер и перфекционизм Джо. Каждый год мы вместе уезжали в Куршавель кататься на лыжах. Однажды мы зашли в кафе выпить по стаканчику, и в глубине зала сидели два человека, которые играли в шахматы. Один из них был владельцем отеля и спросил Джо, «Вы играете в шахматы?» И Джо ответил, «Да». Они сели играть, и Джо проиграл. Он вернулся в отель, позвонил кому-то в Париж, а через два-три дня ему привезли чемодан, забитый книгами о шахматах. Через неделю мы вернулись в кафе. Они снова играли. И Джо выиграл. И в этом весь Джо. Все давалось ему через труд и обучение. И еще ему чуть-чуть повезло. Рядом оказались люди, которые почему-то поверили, что этот обволакивающий голос, способный легко перейти на шепот и неуловимо пообещать большее, может быть приятен миллионам. Вы даже не представляете, насколько Джо был человеком, полным тревог и сомнений. Чудовищно закомплексованный. Как бы ни парадоксально это звучало. Он действительно нуждался в рулевом, в человеке, который бы постоянно внушал ему уверенность в себе. Так в его жизни появился Жак Пле. Директор, продюсер, как сказали бы сейчас. Первый совет, который дал Жак Пле начинающему певцу, почему-то был парикмахерского свойства. Отрастить волосы. Джо покапризничал для формы, но волосы все-таки отрастил. И с тех пор с Жаком Пле они не расставались 15 лет. Все 15 творческих лет. До последнего дня. И в этот знаменитый дом они тоже вошли вместе. Париж. Девятый округ. Бульвар Капуцинок, 28. Здесь находится один из самых популярных в мире музыки домов. Огромные красные буквы на фасаде. Олимпия. А если попросту, это вершина Олимпа для любого музыканта, если, конечно, ему выпало выходить на эту сцену. Расцвет Олимпии во второй половине 20 века связан с именем композитора и импресарио Брюна Кокатрикса. В течение многих десятилетий ассистентом Кокатрикса, а потом и его преемником был Жан-Мишель Борис. И вот наступил октябрь 1969 года. Досен дал свой первый концерт в Олимпии. Концерт прошел с огромным успехом. Он был красивым мужчиной, с отличными манерами. Он отлично пел, у него была бесспорная харизма. Теперь за утренними газетами бегала Морис. Джо слишком хорошо знали в лицо. Искупала пачками журналы с обложками, на которых снова стояла фамилия Досен. Но теперь она принадлежала не только великому отцу, но и великому сыну, доводившемуся ей мужем. Я расскажу вам историю, финал которой, увы, знаю. У них было все, что нужно для счастья двоим. Молодость, чувство, достаток. И Париж с его вечными соблазнами и искушениями. Париж, Елисейские поля, площадь звезды. Это маршрут триумфаторов. Они шли к его успеху вместе. И когда кричали «Браво», он полагал, что это ему. Она считала, что это им. Он по-прежнему молод и беспечен. Она, как и раньше, умная и деловита. Мне продолжать? Пока родственники и друзья ликовали, наблюдая за необычным взлетом Джо, сам Джо переживал колоссальный стресс. Он же был до неприличия непубличным человеком. Но разве можно с такой данностью стать мегазвездой эстрады? Джо будто с самого начала боялся той другой жизни, которая была неизбежным приложением популярности. Потенциальный ученый-этнолог, кем он, наверное, и был в душе, не получал удовольствия от того, что его жизнь, в том числе и личная, теперь принадлежала миллионам. После обеда он приезжал в Олимпию, проверял технику, микрофоны, а затем исчезал. И возвращался в зал мюзик-холла через потайную дверь за 15 минут до начала. А после концерта сразу старался сбежать. И если он мог избежать встречи со зрителями, он делал это. Был и еще один деликатный момент. Марис – романтическая связь, превратившаяся в супружеский аркан. Она всегда была рядом, она вела его по жизни, и личной, и профессиональной. Но чем больше ее хвалили окружающие, тем больше ему хотелось остаться одному, быть свободным и принадлежать только творчеству. Никто никогда не знал точно, как началась эта игра, но она была ему чертовски удобна. На публике он был холост, и никакой Марис. И Марис была вынуждена представляться, как спутница Жака Уревича. Джо и Марис играли в эту игру. Смысл был в том, чтобы диски Джо лучше продавались. У девушек должна была быть надежда, чтобы они рыдали от неразделенной любви к кумиру и продолжали покупать диски. Нам, разумеется, невероятно трудно представить, какая травма была бы у Джо, если бы все узнали, что он женат на той, на ком и был женат. Но он стеснялся этого брака, стеснялся, что его вынудили жениться против его воли. И стеснялся даже того, что все вокруг восхищались Марис. И чем дольше это тянулось, тем очевиднее были последствия. Будь хоть сто раз Марис права, но сердцу не прикажешь. Джо никогда не писал слов. Он писал только музыку. И всегда говорил, «Все думают, что я пою о моих печалях в любви, но я пою о печали в любви Клода Лемеля». А о чем же словами Лемеля пел Дассен? О том, что Марис стала раздражать? О том, что долгожданный сын умер на пятый день жизни? О том, что вокруг было много женщин, и он ими восторгался? Джен и Джо познакомились во Франции в начале 70-х. Но особенно сблизились, когда в жизни Дассена стали происходить неподконтрольные логики здравого смысла события. Что про эту пару в те годы только не говорили. Он был очень красив, но не в моем вкусе. Многие люди считали, что у меня и Джо – роман, потому что нас часто видели вместе. Но нет. Мы были просто очень близкими друзьями. Близкие друзья Джо и Джен выступали вместе в телевизионных шоу. В те годы во Франции был популярен жанр варьете. Увы, я знаю слишком многое о его жизни. Когда ему было очень грустно, когда его личная жизнь не ладилась, я пыталась помочь ему вселить веру и надежду. Бывает так, что вариант и ладится, и не ладится происходит в одно и то же время и касается одного и того же человека. Они сидели на берегу, и был тот вечер, когда можно ни о чем не говорить. И так все было понятно. Потому что до этих волн и до этой звенящей тишины была уже целая жизнь. Совместная жизнь. И в этой непростой жизни наступила развилка. Оказалось, у развилки есть имя. Женское. Кристин. Кристин, как бы мы могли сформулировать, это и лучшее для него, и одновременно худшее, что могло произойти. Лучшее, потому что он был безумно влюблен. А худшее, потому что, в отличие от Марис, она опустошила его. Они познакомились в самолете. Молода, привлекательна, многообещающа, сексуальна. И началась двойная жизнь, где страхов и искушений пополам. Ему было под 40, но возраст мгновенно забывается. Бары, пляжи, рестораны, яхты, бассейны, лимузины. Кристин вроде бы ничего не делала специально, она просто жила, так как привыкла. Коктейли, секс, музыка, теннис, танцы. Жизнь, как бесконечная череда удовольствий. Гастрономических, плотских, тех, которые не в описаниях, а в ощущениях. И Джо, пережив первый шок от всеядности и разнообразия, втянулся. Обратно в сформулированную Марис жизнь от и до он уже не вернулся. Это не была любовь, как о ней поет в своих песнях Джо. С Кристин не было большого счастья, ведь многие его друзья, в том числе и я, отказывались общаться с ней. Это была страсть, которая посулила приближающемуся к пугающему 40-летнему рубежу мужчине, новый грандиозный сюжет и обновление всей прожитой жизни. И начались прогулки по старым маршрутам, но уже с другой спутницей. Но только теперь каждый маршрут еще и песня. Потому что любая эмоция – это еще и творчество. Творчество – это еще и деньги. И нельзя останавливаться ни на минуту. Люксембургский сад – да, это прекрасно, здесь все так же романтично, а Елисейские поля еще красноречивее. Здесь все так же превосходно и вычурно. А ведь есть еще и бабье лето, весьма тенденциозно для мужчины. Но ведь и так все понятно. Он был далеко не первый, кому предчувствие осени изменило биографию. Я расскажу вам историю, финал которой, к сожалению, знаю. Теперь их стало трое. И все тот же Париж – безропотный свидетель вожделений и интимности. И еще кафе – излюбленные места тех, кто скрывается и не хочет быть узнанным. Традиционный стриптиз на глазах у голодных. Извечное желание уединений на зло-меню и карте ВИН. И понятно, что нужно решать и решаться. И понятно, что решиться очень сложно. В кафе нельзя быть долго. Мне продолжать? К сожалению, человек так устроен, что он не всегда влюбляется или выбирает тех, кто сможет положительно повлиять на его здоровье и карьеру. Примерно так и произошло с Кристин. И чем больше друзья говорили ему, что его состояние – это временное помутнение, рассудка, что он должен быть и далее прилежен, успешен и далее очаровывать жаждущих любви песнями о страстях, а не бездумно предаваться им. Джо был неумолим. Морис была вынуждена дать развод. И тут же Джо назначил дату новой свадьбы. И теперь невидимое лассо в брак его уже не загоняло. Он женился где-то на юго-западе, и он хотел, чтобы я был свидетелем. А я не хотел даже присутствовать на его свадьбе. Но он меня так уговаривал. И тогда я проехал 700 километров, приехал на эту свадьбу, зашел, обнял Джо и снова немедленно сел в машину и вернулся в Париж. Я доказал ему свою любовь. Но хороший ли брак плохой, судить, разумеется, не нам. Однако есть союзы, отмеченные судьбой для жизни двоих. Не представляющих себя без другого. А есть союзы, спланированные судьбой для иных целей. Дети. И поэтому хорошая или Кристина, или плохая уже не так важно. Забеременела она быстро. Родился мальчик. Через положенный срок еще один мальчик. Кому суждено родиться, родиться непременно. И без всяких условий, особенно моральных. Рождение его двоих детей это самое счастливое событие в его жизни. Здесь я могу ответить за него. Он ждал этого очень долго. Я знаю, что он стал бы очень хорошим отцом. К сожалению, у него было не слишком много времени, чтобы доказать это. Париж. 17-й округ. Дверь открыл молодой человек неуловимо, но очевидно похожа на певца в белом костюме и с роскошной шевелюрой. Младший сын Джо Досена – Жюль Досен. Я был слишком маленьким, когда мой отец скончался. Поэтому, к сожалению, у меня не осталось детских воспоминаний о его внешности. Но зато у меня есть впечатление, что я помню запах. Своего младшего сына Джо назвал в честь своего отца, Жюля, а старшего – Джонатан. В этой семье вообще странная привязанность к букве «Джей». Если однажды у меня родится сын, это совершенно точно, что его имя будет начинаться с буквы «Джей». Это обязательно. Он будет точно носить имя своего дедушки и прадедушки. И фамилию он тоже будет носить дедушки и прадедушки. А в этой фамилии на самом деле зашифрована вся история этой семьи за последние сто лет. В конце своей жизни мой старенький папочка имел только одно желание – чтобы мы все поплыли на корабле в Одессу. Но у него уже не было здоровья, и он не смог всех собрать. И зачем Жюлю Дассану потребовалась Одесса, да еще так, чтобы собрать на Приморском бульваре и улице Дерибасовской все поколения семьи? Наверное, за тем, чтобы еще раз в звучании собственной фамилии услышать громы и канонады 20 века – выстрелы, погони, призывы к свержению царя, свободолюбивые лозунги и крики людей, спешащих на пароход, отплывающие из Одессы неизвестно куда. Да, все именно так и было. И каждый из Дассанов хотел бы своими глазами увидеть знаменитый Одесский оперный театр, где еще в 19 веке их прадед занимался париками для оперных див. А его сын, тоже одессит и тоже парикмахер по имени Самуэль, однажды уловил странное предчувствие грядущих событий и решил кое-что изменить в семейном бизнесе. И в начале 20 века он сел на корабль, чтобы отказаться в один день от всего, что у него было, от семьи, страны, языка, абсолютно от всего. Дедушка Джо приехал в Нью-Йорк, и полицейский, который принимал эмигрантов, на границе спросил, как вас зовут? Но дед не говорил по-английски и ничего не понимал. И полагая, что его спрашивают, откуда он приехал, сказал, Одесса, Одесса. А полицейскому послышалось, Досен. И полицейский сказал, так тебя будут звать, Досен. Мы никогда не узнаем, какова настоящая фамилия Самуэля. А вот Досена из Одессы теперь знают все. Я хотела вам показать. Вот здесь мой дедушка Самуэль, который родился в Одессе. Здесь мама, совсем молодая. Это официальная фотография, как я полагаю, свадьбы с дедушкой. Это мой отец в детстве. Вот этот. А это моя мама в детстве. У моего дедушки было семеро детей. Досен побывал в Москве всего один раз в 1979-м на открытии гостиницы «Космос» и заставил всю страну влюбиться в свой голос и в свои песни. Он много рассказывал мне об этой поездке и показывал фотографии. Это его потрясло. Он был необыкновенно счастлив. Он просто в себя прийти не мог от приема русской публики и от того, что он оказывается так популярен. Был на седьмом небе от счастья. Субтитры создавал DimaTorzok Но вряд ли он мог знать, что творилось в Москве после его отъезда. Белые ткани всех сортов были в одночасье раскуплены. Ателье не справлялись с заказами. Под Досена шили белые пиджаки и брюки, отращивали волосы, а городские голуби, которых вечно все гоняли вмиг, стали друзьями всех влюбленных. Но в жизни бессмысленно искать логику. Именно в этот момент, будучи на седьмом небе от счастья, Досен, кумир миллионов, получавший от поклонниц по четыре тысячи писем в неделю, окончательно ощутил, что личного счастья здесь, на Земле у него больше нет. Все мы в жизни совершаем ошибки и не всегда выбираем подходящих нам людей. Надеемся, что у нас что-то получится. Я думаю, он быстро понял, что у его отношений с Кристин нет будущего, даже несмотря на двоих сыновей. Страсть Кристин испарилась. Ей на смену пришло понимание, что он создал семью с истеричкой, путами повисшие на его судьбе. В роли жены Кристин оказалась ревнивой, взбалмошной, неуправляемой, к тому же употребляла алкоголь и препараты, вызывающие зависимость. И в этот омут она затягивала Джо. Джо был таким человеком, он не хотел посвящать никого в свою личную жизнь. Но мы же оба американцы, это сближало. Я старалась находиться рядом с ним. Я стала крестной матерью и его мальчиком. Но у мальчиков была и родная мать, и Джо посчитал, что в роли матери Кристин потенциально опасна для его же малолетних сыновей. Развод был тяжелым. Решение суда было уникальным для того времени. Учитывая то, во что превратилась Кристин, Джо получил право опеки над своими сыновьями. Я расскажу вам историю, финал которой доподлинно знаю. Булочки с шоколадом такие обольстительные. Их любят влюбленные и дети. Вкус шоколада обманывает счастьем. И детский смех обманывает безмятежностью. Но Люксембургский сад облетел, и Елисейские поля исхожены вдоль и поперек. И голуби из кафе разлетелись кто куда, и люди замерли в томительном предчувствии. Мне продолжать? Он по-прежнему выходил на сцену в прекрасном белом костюме, пел про бабьи лета и кафе «Три голубя», посылал всем влюбленным салют и вдохновенно приговаривал «Если б не было тебя». Он не мог ни петь и не мог ни зарабатывать, ему нужны были деньги. Он обожал комфорт, роскошные отели, дорогие вины, изысканные рестораны, гольф, теннис, лыжи, модные курорты. Этот уровень жизни требовал постоянных вливаний. На меньшее певец всех влюбленных был уже не согласен. Верно также, что он все-таки много курил. Постоянная сигарета в руках это все-таки признак стресса. Были периоды, когда он так же много пил. И вот эта гремучая смесь событий и фактов, которая стремилась уместиться в пределах одного конкретного человека, творческая активность, востребованность и одновременно обессиленность измотанность работой и ужас в личной жизни, надорванной последними годами отношений с Кристин и количеством выпитого и выкуренного не могла не порвать его сердце и в прямом смысле тоже. Инфаркт. 41 год. Я часто думаю, о чем бы я с ним мог поговорить. Я думаю о самых простых вещах, совершенно глупых, которые я никогда не мог у него спросить. Я бы поиграл с ним в футбол. Я думаю, что все дети на планете играли в футбол хотя бы один раз со своим отцом. А у меня не было такой возможности. Исходил бы в кино хоть один раз. 18 августа 1980 года, спустя месяц после инфаркта, Джо прилетел на Таити вместе со своей матерью, двумя крошечными сыновьями и самым близким другом Клодом Лемелем. Он любил Таити за тот естественный, неподдельный образ жизни, в котором важно именно быть, а не казаться. Житель Таити не знает, что означает слово «знаменитость». Для таитян певец ничуть не более важен, чем, скажем, маленький продавец жемчужин, торговец Парео или булочник. К тому же таитянам вообще неведомо, что такое снобизм, а что его презирал. На Таити же он встречал только людей, которые любят то, что любят, и которые не избегают своих удовольствий. Он приехал за удовольствиями, тихими, милыми, имеющими вкус безмятежности и запахи детства. И его собственного, потому что рядом была его мама и того, в котором ползали по пляжу его сыновья. Джо чувствовал себя прекрасно. Болезнь напугала, но отступила. Он в райском месте, на своей вилле, которую он приобрел несколько лет назад, чтобы скрываться от всего мира в поисках себя самого. 20 августа мы пошли в местное бестро выпить ананасовый сок. Мимо проходила девушка, у которой он стрельнул сигаретку. Он почти не курил после июльского приступа, но иногда все же позволял. Когда мы поднимались из этого бестро в ресторан, расположенный на втором этаже, он шел, перепрыгивая, через ступеньки. Я еще сказал себе, все в порядке, он в отличной форме. Потом мы сели за стол. Нас начали обслуживать, а две минуты спустя сердце отказало. Мгновенная смерть. Субтитры создавал DimaTorzok Мать его сыновей пережила Джона 15 лет. Марис жива и сегодня. Никогда публично не говорит о Джоне, дает интервью. И до сих пор кажется, что это она одной нелепой фразой так трактически откорректировала его судьбу. Он ушел в августе через пять лет, как она и предрекла. И воспоминания возвращают к той ночи бесчисленное количество раз, где каждое брошенное в пространство слово было словно камешек, брошенный в воду. И все же, как говорят, жить одной любовью это привилегия женщин. Мужчине нужно что-то еще. Джо себя не любил. Я глубоко убежден, что Джо себя не любил. Он часто говорил, что если нет таланта, то нужно много работать. Он думал, что у него не было таланта. Я полагаю, он заблуждался. Заблуждался Джо или нет, на эту тему можно много фантазировать. Он обладал всем, о чем только может мечтать человек. Жизнь богатая и знаменитая. И не было в ней всего лишь малости, гармонии с собой. И смерть, как дьявольская усмешка, потребовала все вернуть назад именно в тот момент, когда он наконец-то обрел безмятежность. Был бы он более счастлив, если бы стал ученым. Быть может, сердце не выдержало не только крестин, но и каждодневного преодоления себя, когда природа задумала человека ботаником или антропологом, а роль пришлось играть не по себе, публичную, открытую, обнажая себя перед миллионами каждый день. Ведь не каждый человек готов к ежедневному сценическому стриптизу, и для сцены нужно родиться. Но как же тогда быть с песнями, с голосом, с образом человека, который вписал себя в пространство музыки и нашей жизни? Посмотрите по сторонам. Опять влюбленные, опять бросают камешки, опять о чем-то шепчут. В принципе, у них и так все есть. Но если бы сейчас зазвучало «Salut, c'est encore moi», то стало бы еще лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok